Предлагаемая конструкция очень простая и надежная. Для изготовления из инструментов нужен только разводной трубный ключ, отвертка и пассатижи. Вся система подключается к электросети через реле времени, которое можно приобрести в электротоварах ближайшего к вам магазина. Бочку на ночь необходимо накрыть теплым пледом или рабочей одеждой, тогда ночью тепло расходоваться не будет, а когда станет необходимо плед снимаем и нагретая до 90 градусов вода начнет отдавать вам накопленное тепло. Все просто, берем обыкновенную чистую бочку 200 литров, у бочки имеется два отверстия для пробок, большое отверстие имеет резьбу 2 дюйма, в которую мы и будем заворачивать блок нагревательных элементов, состоящего из трех тенов, по 2 кВт каждый. Герметизирующие кольца нагревателей уже установлены на блоке производителем. Здесь резьба на бочке и тенах одинаковая, 2 дюйма. Остается только завернуть с небольшим усилием. Термо-реле. Таблетку я закрепил на бочке с помощью магнитов. Это временное крепление, можно конечно и просверлить под винты с последующей герметизацией. Дыря ведь бочку, я как-то не решился. Далее, нагреватели подключаются к электрической сети через магнитный пускатель. Обмотка пускателя включена через термо-реле таблетку. По достижении температуры в 90 градусов термо-реле отключает пускатель, а тот обесточивает всю систему. Для управления мощностью в схему включены автоматические выключатели. Первый включает всю систему и 2 кВт нагреватель, второй еще 2, и третий следующих 2 кВт. Итого 6 кВт электрической мощности. Этого достаточно, чтобы прогреть бочку до 90 градусов за 2 часа. Систему легко переделать под трехфазную сеть на большую мощность. Осталось только залить воды. Кому понравилось, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, делитесь с друзьями. Не забудьте о технике безопасности при работе с электричеством. В ближайшем видео я расскажу про самодельную горелку и котел на отработанном масле, стабильно работающие уже 2 года. Удачи вам, господа самодельщики! Продолжение следует...